Скажи, пожалуйста, почему ты решила участвовать в программе «Хочу результат»? Потому что хотела результат, хотела своих движений вперёд, не стоять на месте. Ну, скучно работать в одной технике, когда всегда одно и то же, всегда больно, всегда есть какие-то проблемы. То же самое перепилинг, последствия вросшие. Ну, как бы вот хотела дальше идти, избавиться от того накопленного, так скажем, ввоза проблем. Вот смотри, многие мастера депиляции считают, что дистанционное обучение – это пустая трата времени и денег. Ну, так как принято в сфере депиляции учиться офлайн. Как ты думаешь, вообще в дистанционном обучении возможно поставить руку? Если да, то при каких условиях? У вас точно возможно, потому что контроль жёсткий, детальный. Я же вот в первом блоке, когда училась, я там вам написала, что вы каждую мелочь замечаете. Я не вижу этого. Я пересматриваю видео, думаю, как вы могли это заметить? Когда вот вы точно указываете, вот это так и так надо переделать. Даже вот этот пальчик, да, или локоть вы заметили, или я не двинулась телом. Я вроде бы всё делаю, вроде себя контролирую. Вы хоп, подметили, я пересматриваю, да, точно. До этого я этого не видела. Но я хочу сказать, вот, допустим, приезжаем на обучение, это тоже многократно, и вы подмечали, что тебя грузанули по полной, тебе всё показали, ты попыталась, попыхтела, всё время вышло, до свидания. Что ты там с этим делать будешь, как ты будешь делать, никого не интересует. А здесь, пожалуйста, покажи. Да, научилась? Молодец. Не научилась? Давай ещё разочек. А как ты думаешь, вот если бы тебе просто дали бы видео, показали, как в этом видео всё делать, и сказали, ну, давай делай, у тебя были бы такие же результаты, которые ты получила в программе? Почему? Да нет, конечно. Почему? А кто бы мне подметил, что я не так стою, что я не так ножкой двинула, ручкой? Ну и посмотрела бы я видео. И что? Попыталась бы сделать. Не факт, что был бы результат, что облегчение руки, да, вот то же самое, кисти, локтя, плеча, снятие усталости спины. И может, я наоборот бы перекосилась, себя перенапряглась бы, пытаясь сделать, как на видео. А никто не проконтролировал, не подметил, не сказал. А скажи, пожалуйста, как получилось так, что ты смогла уделять время и обучению, и работе, и вообще ещё и основной работе, которая у тебя есть, и своей семье? Ну и как у тебя так это всё получилось, и ты ещё и зафиналила модуль? Как так смогла? Как смогла, как. Захотела, смогла. Вот и всё. Семья со мной, семья поддерживает. Ну да, я вообще на обучение больная человек, я постоянно учусь, так что у меня постоянно все в напряжении. Ну, все действуют, никто тоже не расслаблен. И дочери достаётся, и супруга достаётся, я на них тоже всё отрабатываю. Ой, как хорошо. То есть, получается, они у тебя были моделями? Были. А как тебе удавалось вообще в таком маленьком городке найти моделей, помимо всего? Ну, начнем с того, что вот дочь всегда под рукой, супруг тоже. Подружки никогда не против, клиенты у меня тоже замечательно, никогда не отказываются. Даже вот получалось, что в ночное время в 10, да? Ой, да, легко, сейчас приеду. Им самим интересно было, чем я занимаюсь, что я там делаю. А что твои клиенты вообще сказали, которые видели разницу в твоей технике после программы и знали, как ты раньше делала? Как они характеризовали твои изменения? Вот самое главное, что, говорит, вроде всё так же, но почему не так больно? Ты что-то делаешь не так, что-то по-другому, и всё. Никто же за рукой не следит, в принципе-то, не следит за тем, как я двигаюсь. На них не обращают, а результат какой-то они чувствуют. А как ты думаешь, что изменилось в твоей технике после программы? Многое. Изменилось даже нанесение пасты, да, обработка той же самой кожи, да, вот эти две подушки безопасности. Они тоже большую роль играют. И не внедрение пасты, срыв другой, даже движение тела. Теперь мы танцуем. Ага, танцуем. А, Юля, скажи, пожалуйста, ты боишься теперь залипов? Да нет, конечно. Почему? И так-то их особо не боялась, потому что я выходила, как это, принято твёрдым куском пасты. Ага. А сейчас просто, очень просто и легко. Просто? Не давим на пасту, вытягиваем и выходим в лёгкую. Хорошо. А сколько ты раньше по времени делала ноги полностью? Ноги полностью, ну, час-час пятнадцатый раз выходила. Если клиентка такая плотненькая, волос жёсткий. Нет, даже не плотненькая, а рыхленькая и большая, вот так. То час-пятнадцать уходила. А сейчас сколько? Иногда тридцать, если стройненькая. Ага. Не так и волосатая. Если вот как раз-таки плотненький, то сорок пять. Даже так, отлично. Юль, а вот как изменилось твоё эмоциональное состояние после программы, когда клиент приходит на большую зону? Спокойно. А раньше что-то чувствовала? Ну, человек пришёл, пришёл. Раньше думала о воском, что ли. А, даже так. А почему? Чтобы не было вот этих вот больших площадей, больших размазываний. Вот это же время. Мы с тобой сейчас очень много говорим про состояние кожи. И модуль, который ты прошла, да, первый модуль, он нацелен на скоростную депиляцию без повреждения кожи с минимизацией вросших волос. Как ты заметила, изменения вообще состояния кожи клиентов после новой техники произошли? Или всё осталось по-прежнему? Произошли. Я планировала девочек пригласить на плоские вражи, потому что у многих на голени вот эти вот колготки, так скажем, с колготкой, да? Вот. Когда начала их приглашать, нету этих колготок. А мы провели, ну, у одной максимум две процедуры было. А так по одной процедуре. Ну, одно-две вот так вот вышло. От одного модуля до другого. Мы ещё не успели, как говорится, долго поработать в этой технике. Но нету их. Нету плоских вражек. Ну, это прекрасно. Отлично. Юль, скажи, пожалуйста, а ты можешь озвучить главный навык, который ты освоила в программе, и он тебе сейчас приносит деньги? Вскоростная депиляция – это экономия времени. Это нет таких повреждений, нежели были раньше. Уже знание материала, знание, как продиагнозировать, какое лечение применить – это уже и есть доход. А тебе программа вообще окупилась? Вот первый модуль тебе окупился? Ну, да. А как быстро? Ой, я не знаю. Денежки-то пошли, пошли, и всё. Юль, а у тебя увеличился вообще заработок после прохождения программы «Хочу результат»? Думаю, да. Опс, доход увеличился у меня вообще. Вот. А примерно можешь сказать, на сколько увеличился в процентах? 50. Да это шикарный результат. А говоришь, что не считаешь деньги. На 50% увеличился доход? Прекрасно. Юль, скажи, пожалуйста, ещё по поводу твоей уверенности. Вот если оценить по шкале от 0 до 5, вот ты какую себе оценку поставишь до участия в программе и после участия в программе? Ой, ну до участия в программе я считала, что у меня где-то 3-4. Угу. Ага. После участия я могу сказать, что у меня там двоечка была, а не 3-4. Сейчас 5. А ты стала более уверенной вообще вообще не с клиентами? После вашего развернутого курса более развернуто могу общаться. Если вот этот затык у меня присутствовал, то мы с ним попрощались. Спасибо большое за обратную связь. Вам огромное спасибо. Спасибо, Юль.